МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В районе лужной базы построят мост через Сатис. Средства заложили в городском бюджете. Осталось две недели. Срок уплаты налогов – 1 декабря. Каждый день в эфире Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября. Далее расскажем обо всем подробно. Мост через Сатис, новая школа в 22-м микрорайоне и ФАКОТ в микрорайоне 15. Средства на разработку проектно-сметной документации на строительство этих объектов заложили в бюджет города на следующий год. Главный финансовый документ Сарова народные избранники обсудили на очередном заседании Думского комитета. Мост через Сатис в районе лыжной базы с подводом велодорожек планируют построить в ближайшие годы. Около 3 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на этот проект заложили в бюджете города. Также проектно-сметную документацию подготовят для строительства школы и детского сада в микрорайоне 22. На эти цели выделят 9,5 миллионов. Строительство ФАКОТа в микрорайоне 15 – это ПСД. Сами работы мы закладываем на 2025 год. Понимая при этом, что как будут выполнены проектно-сметные работы и появится стоимость работы, можно рассмотреть вариант с переносом сроков на более, скажем так, на перенос сроков влево. Основные показатели проекта главного финансового документа на будущий год таковы. Доходы – 4 миллиарда 714 миллионов рублей. Расходы – 4 миллиарда 864 миллиона. Плановый дефицит бюджета – 150 миллионов рублей. Больше половины расходов приходится на оплату труда с начислениями – 59%. 18% городского бюджета уйдет на капремонт объектов социальной сферы и городского хозяйства, замену оборудования. Коммунальный расход 6% составляет. Содержание, ремонт зданий и сооружений – почти 20%. Капитальный ремонт объектов социальной сферы – это вот о чем я говорила. 182 миллиона у нас на капремонт. Инвестиционные расходы – вот меньше 1%. Потому что 4 миллиарда 864 расхода бюджета и 42 миллиона инвестиционные расходы. Вот оно как раз где-то, да. Это адресный инвестиционный программ – 1%. Также в ближайшее время планируют реконструкцию здания Саровского драмтеатра. А именно строительство малой сцены. Объект наконец удалось узаконить. На эти работы планируют потратить около 260 миллионов рублей. Проведена работа большая. Было проведено подготовленное заключение соответствия объекта необходимым параметрам. В общем, суд вынес решение, признал объект именно в данных параметрах, ранее учтенный. Теперь у нас есть основания заниматься и МГТ разрабатывать ПСД и включаться во все структуры регионального и федерального значения, включение в программу по финансированию и продолжению работы. Капремонт значимых инфраструктурных объектов города рассмотрят на ближайшем заседании Думского комитета. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. С 1 января для каждого налогоплательщика открыт единый налоговый счет. Теперь оплачивать все налоги физлица могут единым платежом. Срок уплаты налогов 1 декабря. За несвоевременную оплату предусмотрены пении 1,03 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Если вы не оплачиваете налоги и штрафы в течение трех месяцев, налоговый орган обратится в суд с требованием о принудительном взыскании. Время платить налоги. Инспекция уже начала рассылать налоговые уведомления. Их направляют заказным письмом или выгружают в личном кабинете налогоплательщика. Также уведомления можно получить в операционном зале инспекции или в МФЦ. Налоговое уведомление не направляется налогоплательщикам в следующих случаях, когда сумма налога составляет менее 100 рублей. А также при наличии льгот, налоговые вычеты, которые полностью освобождают владельца объекта налогообложения от уплаты налога. С 1 января для каждого налогоплательщика открыт единый налоговый счет. Теперь оплачивать все налоги физлица могут единым платежом. Это означает, что все налоги оплачиваются по одним и тем же реквизитам. Далее сумма единого платежа распределяется на конкретные виды налогов. Сотрудники инспекции обращают внимание, что получатель в квитанции на уплату имущественных налогов казначейства РФ по Тульской области. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря. Оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика. На сайте ФНС России в сервисе уплата налогов и пошлин. На портале государственных услуг. Также через платежные терминалы, банки, отделения почтовой связи. За несвоевременную оплату предусмотрены пения 1,03 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Если вы не оплачиваете налоги и штрафы в течение трех месяцев, налоговый орган обратится в суд с требованием о принудительном взыскании. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Нижегородцы могут принять участие во всероссийской акции «Елка желаний». Акция помогает исполнять желания ребят в трудной жизненной ситуации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Дети могут загадать желания до 20 декабря на сайте елкожеланий.рф. Здесь же нижегородцы могут выбрать желания для исполнения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В общежитии на улице Зернова, 62-1, завершился капитальный ремонт седьмого этажа. Полностью отремонтированы жилые комнаты, санузлы, коридоры, кухня, подсобные помещения. К приему специалистов готовы 24 комнаты – 12 по 12 квадратных метров и 12 комнат по 18 квадратных метров. Сейчас сюда уже начали заселяться сотрудники образовательных учреждений. Пять комнат заняты специалистами из школы номер 13, лицея 15 и центра образования. Остальные помещения будут заселены в ближайшее время. В ГИБДД раскритиковали работу автошкол. Следует изменить систему подготовки водителей в автошколах. В настоящее время курсанты приходят на экзамены в ГИБДД неподготовленными к вождению в реальных условиях. Качество обучения молодых водителей в автошколах оставляет желать лучшего. Люди приходят к нам абсолютно неподготовленные. Их натаскали на решение билетов, которые в компьютере, но они не знают правил дорожного движения. Пояснил глава Курганской ГИБДД Михаил Чебыкин. Инструктор тренажерного зала «Икар» Евгений Марагин – абсолютный победитель чемпионата по русскому жиму. Чемпионат мира Федерации русского жима проходил в Доброграде Владимирской области. В результате два старта – две победы. Первое место в номинации «Классический русский жим» – 5 минут с весом штанги 75 килограммов на 109 повторов. Первое место и самый высокий коэффициент атлетизму на соревнованиях в номинации «Классический русский жим» – с весом штанги 100 килограммов на 72 повтора. Саровский лыжник Никита Родионов занял четвертое место в мужском спринте классическим стилем на всероссийских соревнованиях Кубок Хакасии в вершине Теи. Участниками двух соревновательных дней стали более 350 представителей 37 регионов России и Белоруссии, в том числе члены сборных команд страны и олимпийские чемпионы. 21 ноября отмечают Международный день телевидения. Праздник учрежден в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1996 года в честь первого Всемирного телевизионного форума. Для канала 16 ноября этого года отмечен еще одной памятной датой. Именно в этом месяце, 30 лет назад, предприятие было официально зарегистрировано. Спустя несколько месяцев в эфир вышла первая передача. И вот уже три десятилетия мы бесперебойно выходим в эфир. О том, какими были эти годы, смотрите в нашем специальном проекте «Канал 16.30 лет в эфире». Эксклюзивные архивные кадры и воспоминания сотрудников разных лет. Не пропустите, такого больше никто не покажет. Премьера 23 ноября в 19.00. Так, руки под стол, коленями прижала и сиди, не шелохнись. Ты кто, мэр или не мэр? Ты что, не можешь решить вопрос о моем допуске в город? Те, кто говорят, что они не смотрят телевизор, врут, как дышат. Я открывала дверь и говорила, это моя нармия. Я же не какой-то узурпатор. Качественная, частная, независимая журналистика. Борьба за зрителя, она уже присутствует у нас в глубине души. Моноспектакль «Наш Островский» прошел в детской библиотеке имени Пушкина. Мероприятие приурочили к 200-летию драматурга. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Детская библиотека имени Пушкина известна многим горожанам своими неординарными, яркими и интересными мероприятиями, многочисленными активностями для юных читателей. Мероприятия библиотеки не оставляют ребят равнодушными. Но на этот раз Пушкинка впервые подготовила необычный подарок для взрослой аудитории. Моноспектакль «Наш Островский», посвященный 200-летию драматурга. Автором идеи выступила Александра Доронина, актриса Саровского драматического театра. С 29 августа началась работа. Работа ежедневная, по несколько часов в день. Работа сначала над идеей. То есть идея принадлежит Александре Вадимовне. Идея в спектакле, который состоит из 14 явлений. Цифра 14 визита не случайно, потому что сам Островский считал эту дату какой-то фатальной в своей судьбе. Режиссером постановки стал Игорь Головин. Формат моноспектакля был необычным. В рассказ о писателе вкраплялись видеофрагменты из спектаклей по пьесам Островского. Зрители могли познакомиться с постановками Малого театра, Театра Маяковского, МХАТа. Также повествование сопровождалось историческими фотографиями. А каждый предмет на сцене помог воссоздать узнаваемый интерьерный стиль купеческого дома. Александр Николаевич всю жизнь любил хорошо одеваться и подолгу крутился перед зеркалом. В постановке было место и интерактивностям. Зрители познакомились с причудливыми именами персонажей Островского. В роли рассказчика выступала библиотекарь Пушкинки Ксения Якунчикова, для которой актерский опыт стал новым и необычным. Мне это далось легко, интересно, эмоционально. И это огромный жизненный опыт. Опыт такой актерский, профессиональный. Я хоть работаю в библиотеке, но я по профессии культуролог, мне это все очень близко. Поэтому я, ну если не сказать, что в своей тарелке, то мне это очень близко и понятно. Спектакль прошел в рамках традиционного теплого вечера в Пушкинке. Для маленьких гостей также подготовили насыщенную детскую программу с творческими площадками и мастер-классами. Концерт, посвященный легендарной рок-группе кино, состоялся в Дворце детского творчества. Мероприятие подготовил председатель Детской палаты «Галактика» Степан Борисов и его друзья-единомышленники. На концерте прозвучали известные композиции группы кино. Подробности далее. Идея собрать единомышленников и организовать концерт группы кино пришла председателю Детской палаты «Галактика» Степану Борисову давно. Камерное мероприятие получилось сделать в детском лагере. Позже юноше захотелось выступить и для саровских зрителей. В качестве площадки выбрали Дворец детского творчества. Директор поддержал инициативу ребят. И начались активные репетиции. Над концертом работала команда школьников, которые все придумывали и делали сами. Ловшин Руслан у нас отвечает за видео и звук на концерте. Я, Борисов Степан, соло и ритм-партия. Анита Власова у нас – это бас-гитара, тоже вокал. Также Тетерина Соня у нас выступает как организатор, им моральная поддержка. И Малькова Соня у нас – видеооператор. Команда готовилась к выступлению около пяти месяцев. Чтобы концерт был более динамичным, ребята готовили визуальное сопровождение. Монтировали, разрабатывали видеотрансляцию на монитор в реальном времени. Работали со светом. Весь концерт сопровождал голос самого Виктора Цоя. Поддержать юных музыкантов пришли друзья, родители, учителя. Творчество Виктора Цоя и группы кино оказали большое влияние на Степана Борисова. Легендарные рок-хиты вдохновили молодого человека на занятия музыкой. И по сей день кино остается одной из любимых групп. Именно из-за песен Цоя я решил научиться играть на гитаре. Моя самая первая песня стала «Зэ по имени Солнце». Я начал развивать свою технику игры, появилась электрогитара. И в конце концов это пришло даже в концерту. На фестивале «Солдатской песни» в прошлом году я выступал с одной песней, тоже Виктора Цоя, группа «Крови». Это вот было мое самое первое на большую публику выступление. В дальнейшем ребята планируют выступить с концертом и на других площадках города. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин